Международная ярмарка Non-Fiction. События знаковые как для ценителей интеллектуальной литературы, так и для издательских компаний, российских и зарубежных. Более 20 стран-участниц из Европы, Азии, Северной и Южной Америки здесь, на одной площадке, презентуют свои литературные новинки. Тысячи посетителей спешат найти для себя ту самую книгу, от которой будет не оторваться. Глаза разбегаются. Здесь сотни издательств со всего мира презентуют свои литературные новинки. В этом году свой объединенный павильон у единственного региона России Нижегородской области. Три издательства представляют уникальные книги, в том числе посвященные 800-летию Нижнего Новгорода и 150-летию Максима Горького. Одна из них, самая ранняя, это вот этот вот путеводитель по горьковским местам на трех языках, на русском, на английском и китайском. Это первая была книга. Дальше, вот «Семь жизней» Горького. Вот только что вышло еще несколько рецензий в центральной печати, в прессе. Ну и она признана, так сказать, самой, как говорится, современной биографией писателя. Мы привезли свои самые главные серии. Это издание, посвященное 150-летию Максиму Горького. И сегодня вечером вот состоится презентация этих изданий. Это Спиридоновая книга «Настоящий Горький». Это Гурьева «Максим Горький. Писатели провинции». Самому Максиму Горького «Беглые заметки». Кроме того, конечно, краеведческие серии. Посетители представленной экспозиции приятно удивлены. Все знают, все читали, но о Горьком хочется знать куда больше. Я считаю его очень все-таки значимой фигурой в литературе, несмотря на то, что часто его личность в последние годы принижают, размазывают. Считаю, что из эмиграции он вернулся и сломлен сталинским режимом. Я с этим совершенно не согласен. И пытаюсь все-таки в поисках книг находить то, что меня в этой мысли поддерживает и укрепляет. Потому что мне Горький близок и интересен, и значим. Я специально, на самом деле, искал экспозиции Нижегородской области, потому что Нижегородская область – это один из самых лучших издательств в России, которые каждый год представлены и здесь, на «Нонфикшн», и летом на фестивале «Красная площадь». Они публикуют очень качественные книги, где не просто воспроизводятся редкие архивные фотографии по истории Нижегородской области, но пишутся и хорошие комментарии к ним. То есть это исследовательская, серьезная литература, которая мне, как историку, интересна просто из профессиональных соображений. Литературные ценители готовы сметать книги с прилавков. И москвичи, и приезжие, конечно. Контингент очень широкий. Есть люди, которые специально приезжают на эту выставку с разных концов России. Иногда люди не могут даже сразу купить. Они берут у нас данные, и потом мы посылаем через наш интернет-магазин. Это просто по всей России. Интерес очень большой. Отчасти этому способствует программа презентации на площадке ярмарки. Встречи с писателями и издателями особенно заряжают публику. За пять дней работы Международной ярмарки ее посетили десятки тысяч человек. «Нонфикшн» Международной ярмарки и в то же время форум, где особое значение отводится деловому сотрудничеству. Здесь заключаются выгодные контракты. Напрямую общаются авторы, издатели, книготорговцы и литературные критики. Одним словом, все заинтересованные стороны.